Вспомнить все. В средней общеобразовательной школе номер 256 городского округа Затоп-Фокина прошел пробный единый государственный экзамен по русскому языку для родителей фокинских выпускников. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Единый день с дачи ЕГЭ родителями». За процессом понаблюдала наша съемочная группа. Многие выпускники волнуются и боятся единого государственного экзамена. Каждый проходил через это, и каждый знает, как это волнительно. В нашем городском округе проводится уже пятый пробный единый государственный экзамен для взрослых, где родители смогут прочувствовать на себе все то, что будет ждать их детей, и рассказать, что это не так страшно, как казалось бы, если усердно готовиться и ответственно подходить к сдаче предметов. Родители смогли увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рассадка в аудиториях, заполняются бланки, как печатаются контрольно-измерительные материалы в пункте проведения экзамена. На партах только белый лист, ручка и бланк с заданиями, никаких гаджетов и шпаргалок, только знания, которые остались со времен школы. У меня сын учится в школе, пока в шестом классе. Хочу ему рассказать, сама я не сдавала ЕГЭ, естественно, хочу ему рассказать, что это такое, как это. На самом деле, немножко есть такая тревога, несмотря на то, что мне это как бы никуда не нужно, а не для чего, но тем не менее есть такое ощущение, наверное, все равно здесь вот это вот ощущение экзамена, все равно оно есть. Ну и интересно все-таки, что у меня со школы сохранилось, что вообще какие-то знания же должны были остаться. Русский язык просто со временем стал слишком сложен, как оказалось. Ну, мне просто интересно на самом деле. Посмотрим, что осталось со школы, если там еще что-то полезное, как говорится, есть в голове. Ну, тревогу я не чувствую, просто как бы такое состояние некомфортности, скажем. А почему некомфортно? Ну, потому что я в такой ситуации сдавала экзамен в последний раз, ну, лет, наверное, 20 назад. Поэтому для меня это как бы очень, ну, новые ощущения. Эта акция в первую очередь направлена на то, чтобы родители смогли сами пройти через испытания, почувствовать и понять, что будет ждать выпускников. Главная задача взрослых – успокоить своих детей, снять эмоциональное напряжение, ответить на все вопросы, связанные с подготовкой и процедурой проведения единого государственного экзамена и настроить школьников на его успешную сдачу. Сейчас, да, проходит всероссийская акция. Это единый государственный экзамен для родителей. Сдают родители экзамен по русскому языку. То есть они проходят всю процедуру экзамена так же, как и их дети. От начала, от металлоискателя и до получения результата в ЕГЭ. Родители должны ощутить на себе всю процедуру и успокоили детей, и сами успокоились. То есть если дети их занимаются, начиная с 1 по 11 классов, и учат все, то они спокойно сдадут любой экзамен. То есть здесь не нужно волноваться. Напоминаем, что акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» впервые состоялась в феврале 2017 года. Инициатором ее проведения является Федеральная служба по надзору сферы образования и науки. Желаем удачи выпускникам и легкой сдачи единого государственного экзамена.